Вы загадайте это число просто в голове. Сколько нам вредностных программ приходит в день? А потом я сейчас на следующий число здесь скажу, а вы сравните свои впечатления с тем, что на самом деле есть. 7-8 миллионов в месяц на самом деле нам приходит ежемесячно. И в 19 из 20 встреч с клиентов у нас получается так, что специалисты по информационной безопасности, которые обязаны защищать компанию, они не знают о том, насколько плохо они знают риски информационной безопасности. То есть у нас получается, что у нас есть стандарты, у нас есть методики расчета рисков, у нас есть методики, по которым мы можем в соответствии с этими рисками выбрать какие-то средства безопасности, но получается так, что мы не знаем, как считать риски. То есть мы-то как вендоры, конечно, знаем, но вот клиенты в подавляющем количестве случаев не знают об этом. В общем-то много причин на самом деле тому и политических, и личных, и психологических, но у нас так получается, что клиенты никаким образом не заинтересованы в безопасности в том, что это узнавать. Мы же не скрываем эту информацию, она везде, на каждом там. Далее поставщики предлагают нам решения. И в принципе тоже информация о том, как и где их можно применять, тоже не скрывается никаким образом. Эта информация собралась в предложении, опять же, того же самого Магнитогорского форума, только позапрошлого. То, что предлагалось в банках, в платежных системах тогда применяться. Но в общем-то список особо не изменился. Я обычно предлагаю специалистам по безопасности угадать, кто из этих систем надежное, по которым можно поставить. Она будет неуязвимая совершенно. Но получается, что все они уязвимые. Все данного можно обойти так или иначе. И когда мы выбираем себе средства защиты, мы почему-то думаем, что то средство защиты, которое мы выбрали, оно будет нам панацеей. Вот так вот грустно мы живем на самом деле. У нас получается веселый такой разрыв между тем, что нам диктуют, что мы знаем и что мы можем. А при этом я за две недели присутствую на третьем мероприятии, связанном с платежными системами. И как-то уже набралась статистика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!